Здорово, народ! С вами Ди. И сегодня рассмотрим, как можно добавить в меню строительства свой элемент. Для этого нам понадобится Creation Kit. Ну и, в принципе, всё. Для этого заходим в вкладку Item, Constructable Object. И, допустим, на базе какого-то стандартного сделаем свой новый объект. Так, ну, мне нужен в данный момент значок RedRocket. Найду его. Вот он. Как обычно, изменю ему ID. Пишите здесь нужный вам ID. И всегда в рецептах для меню строительства оставляйте вот этот вот префикс. Workshop.co. Чтобы игра понимала, что это за рецепт. О назначении каждого из пунктов в этом окне можете посмотреть в предыдущих уроках по созданию крафта. Так. Нажимаем ОК. Создаём новую форму. Да. Найдём её. Открываем. И видим здесь Created Object. По умолчанию он так и остался. Значком RedRocket. Мне его надо изменить. Поэтому прямо снова же на базе этого значка RedRocket сделаем наш меш. Так. Заходим в All. И смотрим по названию. Ищем. Ищем. RedRocket Gas. Ага. Вот он. Открываем. И снова меняем ID. Здесь ID можно делать уже абсолютно любой. Не критично. Так. Добавлю по традиции две единицы вначале, чтобы было проще найти. Display Name сразу ставьте такой, какой вы хотите видеть в игре. Так как он будет отображаться в игре, я его напишу сразу же на кириллице. Для этого заюзаю уже знакомую нам Тулзу по конверту кириллицы в Кракозябре. Понятно и Creation Kit. Так, вот наши Кракозябры копируем. Вставляем в поле Display Name. Нажимаем ОК. Создаем новую форму. Да. Теперь в Created Object, только что созданного Constructable Object, нам нужно добавить наш Mesh. Так, ищем его в поиске. Если вы его не видите, то просто-напросто заново откройте этот рецепт. И, скорее всего, ваш объект появится. Да, вот он. Отлично. Здесь можно написать описание нашего объекта. В общем, если вам интересно назначение вот этого окна, вот этого всего элемента, посмотрите предыдущее видео по теме крафта. Так. Здесь в данный момент все. Можно нажать ОК. Теперь. Снова. Ищем наш Red Rocket. Вот. Так. Может показаться, что подвисло все это дело. Но, creation kit любит так делать. Не пугаемся. Так. Red Rocket. Gas. А, вот видим вот такой вот ID. Без всякого значка. Это у нас preview mesh. То есть он будет у нас отображаться в самих категориях в мастерской. Также изменяем ID. И выбираем объект. Так, где-то он у нас сверху должен быть. Да, вот он. Почему он у нас остался значком? Да, потому что мы просто-напросто не назначили mesh. Пока что не паримся. Оставляем как есть. Нажимаем ОК. Создаем новую форму. Теперь подгоняем mesh. Для этого открываем статик, который мы создали. И во вкладке Model нажимаем Edit. И находим нашу модельку. Я ее уже заранее сделал, затекстурил и добавил в папку с игрой. Нажимаем ОК. Видим. Все отлично. Все появилось. Но перед тем, как закрывать окно, выставите в превью transform только что созданную нашу превьюшку. Вот эту вот. Нажимаем ОК. Сохраняем наш мод. И заходим в игру. Тестируем. Так. Ну вот, я зашел в игру. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Заходим в меню крафта. Так. Мой объект находится во вкладке. Так. Вот он. Как видим, значок в превью у нас есть. Крутится. И сам объект у нас также есть. Поткнем его сюда, на наш помост. Как видим, он установился. Коллизия у него есть. Которую я сделал. Заранее. О создании коллизий также можете посмотреть в предыдущих видео. Хоть этот урок и не охватывает такие нюансы, как, допустим, создание креплений по бокам модели, сверху модели. Если вы, допустим, хотите приотточить свою модель не только на поверхность горизонтальную, но и на вертикальную, а то и вовсе на потолок, как всякие светильники. Об этом я постараюсь рассказать в следующих видео. А пока что показал самое основное. Как обычно, с вами был Ди. Подписывайтесь на канал и всем пока.